Как себя вести, если в дружбе наступило охлаждение? Что делать, если теряешь друзей после воцерковления? Что делать, если в дружбе наступило охлаждение? Будем считать, что просто это случайное охлаждение, оно не связано конкретно с моей верой. Здесь важно понимать, что охлаждения могут быть всегда. В отношениях супругов, в отношениях друзей, в отношениях к духовнику, в отношениях к родителям. Основа этого то, что человек изменчивое существо. Самым неизменным свойством человека является его изменчивость. Он постоянно меняется, он текучий, он постоянно колеблемый. Это общее место антропологии, это общее место свидетельствительствий отцов. Человек постоянно меняется, он никогда не может устоять ни в чем стабильно. И напротив, всякая стабильность, всякая непоколебимость человека в чем-то добрым, в том числе и в дружбе, всегда издействие знак присутствия благодати Божьей. Собственно, когда люди вступают в брак, особенно это в таинстве обручения, молитва, оно как раз и призывает Бога о том, чтобы Он утвердил произнесенное между ними слово. Они сказали любви своей, они обещали верность. Они никогда ее не сохранят, потому что они изменчивые люди, не меняются. И поэтому призывается Бог для того, чтобы Он придал этому слову непоколебимость. Что если люди сохраняют верность на протяжении всей жизни, или хотя бы просто некоего длительного периода времени, это действие благодати Божьей и ничто иное. Поэтому, по сути дела, если какое-то охлаждение наступает, то не надо на этом заострять внимание, время уклоняться от объятий, время давать объятия, как говорит экклезиаст. То есть, вот такое время наступило, вполне можно рассмотреть это как действие промысла Божьего, может охлаждение с другом, как раз и призваны привести к тому, чтобы я, наконец, освободилось мое время, и я бы занялся чем-то иным важным. Уделил время семье, или стал читать духовную литературу, или, наконец-то, подумал о том, чтобы помочь приходскому нашему храму, приходу нашему священнику. А я давно обещаюсь, но все вот из разных других иных попечений не могу сделать. Может быть, для этого и попущено некое охлаждение, чтобы освободилось лишний кусочек сердца и лишнее время. Не надо из-за этого сильно расстраиваться. Вот, наоборот, когда мы не готовы это принять, когда мы хотим, чтобы все наши отношения с друзьями или в супружести были постоянно горячими и пламенными, это нетрезвое отношение к самому себе, это не мера человека. Все, что имеет человек горячего, рано или поздно остывает. Непоколебьем является только тот огонь, который зажигает и поддерживает Христос. Вот, а второй момент, когда наступает охлаждение в дружбе, важно всегда произвести оценку. Вот, ну вот, как-то странные наши стали отношения. Так, в чем причина? Если это охлаждение как-то связано с моими собственными действиями, то есть я что-то сделал, я, например, там, замучил своего друга звонками, пять раз в день звоню, или там в гости хожу через день до каждый день. Вот поэтому охлаждение наступило, или я его назвал как-то, или про него кому-то что-то сказал, и до него это дошло. То есть не являюсь ли я источником этого охлаждения? Я должен помолиться, я должен пересмотреть события последних дней, недель, я должен пересмотреть свою совесть, я должен молитвенно заглянуть в свой душ и получить ответ, я виноват или нет. Если объективно я нахожу вот эту самую свою вину, то, естественно, я прихожу к другу и говорю, прости, я был неправ, я что-то это прям действительно как-то сорвался с цепи, там, наговорил кучу гадостей, я виноват, ты меня прости. Или там, прости меня, действительно, что-то как-то я стал звонить, ну, понимаешь, такое вот состояние, с кем поделиться, как ни с тобой, но я обещаю, больше этого не будет. Вот, не бойся, больше я звонить так часто не буду. Вот как-то, если это моя вина, то вот урегулировать отношения можно, то есть охлаждение получилось не по Божьему промыслу, не по свойству человеческой природы, а из-за моих прямых необдуманных или греховных действий. Тогда я должен попросить прощения и примириться с другом, отношения восстановятся. Если моя совесть мне свидетельствует, что я ничего такого не делал, и молитва мне ничего не дает, я не вижу себя ни в чем виноватым, Бог ничего мне не открывает, то тогда надо успокоиться и все, Бог просто успокоится. Потому что всякие попытки разузнать, почему у нас охлаждается отношение, почему ты мне не звонишь, почему ты мне не пишешь, почему ты не приходишь, только каждый день в гости ходил, теперь не ходишь, это все не про дружбу, это все про страсть. Вот, а дружба, она всегда ровная и всегда предполагается, что у нее есть вот эти периоды спада и периоды подъема. Вот, и поэтому нервничать не надо, если я ни в чем не виноват, оставить все как есть. Придет время, и эти отношения, лишь бы в сердце моем охлаждении не наступило, но когда истинная дружба, этого обычно и не происходит. Что делать, когда ты теряешь друзей после воцерковления? Ну, на самом деле ничего плохого в этом нет. Во-первых, я скажу со всей ответственностью, нельзя друзей потерять после воцерковления, так не бывает. Потому что друг – это личные отношения. Он, мой друг, воспринимает меня просто как человек, как лицо. Чем бы я ни увлекался, во что бы я ни впадал, что бы ни становилось частью моей жизни, мое супружество, моя работа, мой переезд в другую страну или моя вера – это никак не влияет на личные отношения. Друг остается друг. И многочисленные истории церкви показывают, что очень много было великих святых даже, у которых были вполне себе неверующие друзья, но эти отношения сохранялись, и неверующий не горел желанием прорвать отношения с верующим, а верующий настолько дорожил этими отношениями, что не переделывал неверующих. То есть нас подлинная дружба никогда не прервется, она всегда будет, потому что снова их личные отношения. А если это отпадает, эти отношения разрушаются, и друзья теряются, то на самом деле это не в собственном смысле слова «друг». Это скорее просто товарищеские, приятельские отношения. Да, это близость какая-то между нами была, родство какое-то чувствовалось, но изменение нашего мировоззрения показало, что глубоких личных отношений не было. Понятно, что люди, которые, скажем, имеют один круг общения, один примерно схожий образ мысли, схожий образ чувств, примерно схожий образ нравственного поведения, культурного досуга, времяпрепровождения, они группируются вместе, потому что человеку очень трудно быть одиноким, вот ему надо найти вот эту вот среду, скажем так, среду, в которой он может чувствовать себя понятым, принятым, узнаваемым и значимым. И вот эта среда существует. Вот на самом деле человеку важен не я лично, ему важна среда, ему здесь комфортно. Он нашел единомыслников, нашел собеседников, иногда собутыльников, иногда соразвлекателей, вот, он нашел компанию, вот, охотников, рыбаков, политиков, бизнесменов, вот, просто тусовку, общность, общину, неважно, как бы ни назвали грубо или деликатно, но ему важна общность, которая возникла. Она предполагает определенную модель поведения. А я взял, уверовал, и понятно, что вот эта модель поведения меня не устраивает. Я выхожу из этой общности, и потому отпадают друзья. Они остаются в той общности, но они друзьями не были, они были частью среды, которой и я жил. И, естественно, связи с ними теряются, потому что, собственно, личных связей не было. И выход мой из этих отношений, как раз и показывает, что это были не личные отношения. Ну, скажем такой пример. Вот есть родитель, брат, сестра, ну, стал человек верующий. Родители не верующие. Что между ними разрушаются отношения? Нет, они меняются, переформатируются, но личные отношения остаются. Вот, родители могут не принимать веры своего ребенка, но он им дорог. Он может смущаться их неверием, но они ему дороги. Также брат и сестра. То есть, на самом деле, личные отношения, они не прерываются, они только переформатируются. Если это отпадает, то, на самом деле, это и свидетельство о том, что это не личные отношения. Это были стандартизированные отношения. То есть, отношения некой формы общения, внутри определенного круга общения. Меняется моя среда, эти люди уходят. Вот. И, собственно, об этом говорит, апостол Павел, когда он предполагает такую ситуацию, говорит, что вот связи, которые не личные, они разрушаются, отмирают, и ничего из этого нет. Но личные связи, они остаются именно, пусть тоненькие, пусть хрупкие, но остаются. Привязанность человека к человеку. Мы вышли из этого круга, но тот, кому мы лично дороги, и тот, кто лично нам дорог, эта связь сохраняется. Мы находим формы общения, и вот именно эти связи, по мысли, по свидетельству апостола Павла, является транслятором любви и благодати Божьей. Я не говорю с ним напрямую, я не проповедую ему Христа, мы говорим, он не любит, когда об этом говорят, мы говорим о твеченных вещах, но мы нужны друг другу, мы дороги друг другу, поэтому бережем друг друга, и прямым образом никак не проповедуем, но мы любим этого человека, и он любит нас, и эти отношения переживает, хотя мы по разную сторону, скажем, верой и церкви, но эти личные отношения и становятся тем каналом, при котором и любовь Божья переливается в сердце этого человека, и рано или поздно в какой-то ситуации он приходит и говорит, я тоже хочу, или скажи мне как, или скажи мне, что ты чувствуешь. Но это именно личные отношения, они не могут отмереть, они остаются. Отмирают те отношения, которые были не личными, вот, и поэтому потеря друзей после воцерковления, это не потеря собственно друзей, это потеря среды, того круга общения, в котором я некогда общался, это нормально. Об этом говорится в притчах, об этом говорится в псалтыре, вот, ну и даже в конце концов, самый болезненный вопрос, об этом говорится в Евангелии, там есть такое, такое выражение, такой образ, если рука твоя или нога соблазняет тебя, отсецы ее и брось. То есть, на самом деле, вот, даже в таком случае, если кто-то из моего близкого окружения упорно не понимает, не принимает мои веры, является источником соблазна, то я должен прекратить категорически эти общения, как бы болезненно для меня это не было. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok